Субтитры делал DimaTorzok Еще через 20 лет вы получите только больше удовольствия, потому что можно будет поностальгировать, вспомнить свои молодые годы, а также проникнуться неповторимым духом, которым обладали JRPG конца 90-х. Самое время продолжать. Давайте продолжать. Нам нужно идти на пляж, но я был бы не я, если бы не нашел для вас еще кое-какие детали, которые хочется сейчас показать перед тем, как мы двинемся далее. Итак, если мы вернемся в деревню Арни, когда у нас уже Пошел в группе, и поговорим с девочкой, с которой она играла, то увидим такой диалог. Скучно играть одной. Давай Пошел поиграем. Но Пошел отвечает, класти, я немного занята сейчас. Потом поиграем, ладно? Вкусно-то как. Вот это один из диалогов. Так. И второй. Это если мы начнем практику нашу со старейшиной, когда у нас уже Пошел в группе. Приступаем. И Пошел говорит. Тогда мне мобно отсюда смотлеть. Удафи! Так, тренировку мы проходить не будем, я заблаговременно сохранился. Диалог вам показал. Да, кстати, в перерывах между частями я пошел посражался с монстрами. Не называю это прокачкой, так как получение экспириенса здесь в классическом его смысле отсутствует. Но смог в сражениях добыть 4000 нашей валюты. 4.225 вы сейчас видите. Также ряд расходных элементов. Вот. Числа у вас на экране. И так как мы добыли достаточное на этот период игры количество денег, я думаю, мы можем взглянуть на элементы у этой девушки, торгующей в нашей деревне, и купить недостающие. Я думаю, что каждого элемента мы приобретем пока по 2 единицы. Вот новый элемент медицина. Лечит грипп и синие состояния. И антидота. Тоже 2 возьмем, которые лечат от яда. И зеленые состояния. Зеленые, заметьте, написаны с ошибкой. Так. Перед отходом заглянем еще в кузню. В оружиях можно делать костяную перчатку, но у нас не хватает кожи для этого. А вот слоновых кортиков мы можем сделать много. Ну, сделаем пока один. Ну вот, надеюсь, вам понравится. Я тоже на это надеюсь. Экипировать мы, правда, его пока никому не можем, но на перспективу делаем. Так. Так. Спасибо, приходите еще. Ну, теперь, друзья, точно можно идти дальше на пляж. И там у нас ждет что-то интересное, я уверен. Пляж Апаса. Так. Мы здесь. Я вам сейчас расскажу о следующей характеристике. Это магическая защита. Вы видите, она у нас сейчас равна 7. На основании этой характеристики рассчитывается устойчивость к магическим атакам, которые элементами совершаются. Вот. Будем и об этой характеристике знать все. Придя на пляж, мы слышим со спины голос. Вот ты где. И видим пришедшую сюда Лину. Прости, я опоздала. Надеюсь, ты недолго ждал, Серж? Пошел. Я не ожидала тебя здесь увидеть. Так вот, значит, куда ты пошла. Уи, Лина здесь. Ну, как показываясь. Позываясь, простите. Ой, у вас свидание? Пластите. Я думаю, мне вас надо оставить одних. О. Пожалуйста. Не глупи. Пошушу. Ну, как дела? Ты набрал чешуек дракона Комодо? Так приятно наблюдать за диалогом двух молодых людей в таком живописном месте, правда? О, они замечательные. И как раз в этом месте мы передаем добытый трофей. Те самые чешуйки, которые так желала Лина. Я смогу сделать из них великолепное ожерелье. Спасибо, Серж. И тебе тоже пошел? Ммм, нет проблем. Как давно мы здесь не были. Раньше мы все время сюда приходили. Есть ли у вас, друзья, такие места, в которые вам хочется возвращаться снова и снова? Особенные места, которые хранят так много всяких воспоминаний, встреч, чувств. Море никогда не меняется, правда? Оно все еще играет волнами, и так было еще задолго до нашего рождения. Здесь так было всегда, наверное. Наверное, оно много что повидало, слышало. Но оно так будет продолжать играть свою музыку при бою еще долго после нашей смерти. Без каких-либо изменений. Эй, Серж. Помнишь, мы так же сидели здесь и разговаривали, когда были детьми? С таким же ласковым морским ветерком и успокаивающим звуком прибоя. Только ты и я разговариваем. Ты еще это помнишь? Ну, конечно, я это помню. Здесь Лина такая мягкая, добрая, совсем не такая, как она у нас была в начале, когда требовала чешуйки. Отвечаем, я помню. Правда? Помнишь? Значит, Серж, ты не забыл об обещании, которое мы дали в тот день? Я так счастлива. Вообще, воспоминания какие-то странные. Как только ты забываешь о чем-нибудь, они возвращаются прямо к твоему сердцу. Думаю, они просто находятся там и ждут. Ждут подходящего момента. Знаешь, мы даже можем когда-нибудь вспомнить этот особенный день. Через 10-20 лет, когда мы уже повзрослеем и заведем семью и детей. И в один прекрасный день, когда наступит этот момент, я бы хотел узнать, какими взрослыми мы будем. Что у нас будет за жизнь? Как мы будем думать об этом дне? Не знаю, насколько было сердцу слышать, что они будут жить в разных семьях и разных детей воспитывать, когда они вдвоем на свидании находятся. Знаете, такие особенности могут быть у некоторых девушек. Вы с ними встречаетесь, романтично проводите время. Они говорят, ну, мы когда-нибудь оба с тобой выйдем замуж и поженимся, у нас будут дети. Я не знаю, насколько это уместно. Мне кажется, вообще неуместно. Так, как мы будем думать об этом дне? Скорее всего, мы все забудем. И мы никогда не забудем этот день. Ну, конечно же, мы никогда не забудем этот день. Да, надеюсь, ты прав. Серж, есть кое-что, о чем я хотела... Серж? Что? Что-то не так, Серж? Какой-то сторонний голос звал нас. Серж? Какой-то сторонний голос звал нас. Пугающее видение нас накрывает высокой волной и происходит что-то. Но что? Что ты там делаешь, малыш? Здесь опасно спать. Ты в порядке? Что ты там делаешь, лежа на земле? На секунду я подумал, что ты труп, выкинутый на берег. Где Лина? Ты был только один на берегу, когда я тебя заметил. Лина твой друг? Я думаю, она в деревне с детьми. Ладно, мне пора. Но если тебе нужна Лина, ты должен посмотреть в деревне. Знаешь, тебе не стоит играть здесь, дружок. Я бы не хотел, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Вот так дела. Серж, ну наконец ты встал. Что-то планеслось со свистом. И мне тоже было холодновато. Я пелво и оплоснулась, поэтому я пойду осмотрюсь. Но Лина, нигде ее не видно. Думаешь, Лина могла самоплоизвольно сгалеть? Интересно с ним все. Намана. Что же здесь произошло? После того, как нас накрыло волной, Лина исчезла. Хотя, этот мужчина сказал, что она ждет нас в деревне. Но не могла же она получить чешуйки, когда нас смыло волной, просто бросить и уйти в деревню. Но это было бы совсем уже жестко. Надо разбираться. Так. Снова идем на скалу ящерицы. И видим здесь новых противников. Слушайте, они как будто тут хоровод водят. Опасно. Пляж опасно. Не входить. Очень интересно, а была ли эта табличка здесь до того. Я сейчас сразу обратил внимание, что тут череп и опасно. Так, друзья, давайте-ка мы с вами сейчас это проверим. Интересно. Поскольку мы имеем возможность сохранений, то мы сможем сделать это довольно быстро. Или же табличка тоже появилась. Если она появилась, то это еще интереснее, поскольку вряд ли за такой короткий промежуток времени, когда нас смывало волной, ее кто-то установил. Таблички нет. Ну да. Я был прав. Хм. Ладно. Опасно пляж. Опасно не входить. Знакомимся с новыми противниками. Летающие колючие рыбы. Давайте разберемся сначала с тем, с кем мы знаем. Разбираться нужно. Сотрясает волной. Тем самым сбивая нам нас, но все равно мы попадаем по нему. Так, теперь ты. Рыба выстаивает. А то мы еще бьем эту. Против такой атаки ей не выстоять. Но мы видим, что она использует стихию огня. Следовательно, можно попробовать дать ей аквалучом. И так выйти победителями из этого боя. 89. Получаем 89. Гил. И сразу же начинаем битву со второй такой рыбой. Ну дай троечку. Вот умница. Вот я люблю, когда он после единицы тройку выдает. А тут сейчас рискнем сразу тройку. Да, и нам конкретно везет. Крит. Прошел крит. 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 Чешуя был довольно редким, я помню, расходником из предыдущих врагов. Сейчас две получили. Может из этих он выпадает чаще. Кстати, я когда долго их бил, я отметил, друзья, что в один момент наши герои перестали получать какие-то плюсы к жизни, к характеристикам. И вот я жду, когда мы дойдем до момента, что они опять начнут их получать. Так, ну если ты так наполняешь все красным, ладно. Проведем пока атаку, может хватит? Нет, не хватило, но я все-таки надеялся, что хватит. Надо ее добить. Вот так. Даже не пришлось использовать фаербол. Да, спасибо еще раз мистеру Гриму, он посоветовал лечить в конце бой. Вот они что, бесконечные, там инкубатор какой-то. Я поставил лекарства в элементы первого уровня и вот сейчас использую в конце боя, когда это возможно. Хорош. Тут снова риск. И я обожаю, когда укошил все получается. Нет, закончились. Это значит просто такой хоровод тут был. 4300 мы уже собрали денег. Так, ну поскольку тут появилась табличка, здесь могло появиться еще много всего. Надо посмотреть. Да, сундуки обновились. Здесь, слушайте, что-то странное. Серж нашел перо. Можно будет его засунуть под ребро. Ну, главное не сломать окаменное сердце. А здесь, я помню, был классный итем. Но здесь сейчас ничего нет. Ну как классный, вы тоже, пожалуйста, друзья, понимаете, в каком контексте, я так говорю, классный на тот момент, когда мы его взяли. Я понимаю, конечно, что это первые, самые первые, самые простые предметы. Так, ладно. Музыка шикарная. Спустимся сюда, кто знает. Проверить не помешает. Тогда здесь ходил водный монстр. Ммм, еще сундук. Тогда нам придется расчистить проход к нему. Четыре красные рыбки. Начнем с тебя. Вот как так неожиданно с таким процентным шансом увернуться-то, а? Можно дать фотонам. Например, тебе. Еще раз. Ужас. Ну хотя столько раз в пушу попадало, так что вполне все нормально. Гордонныйogen. Редактор субтитров. Ну давайте посмотрим Легка ли она на подъем Или тяжела Легка Подъем Прошел успешно Второй сундук В нем кость Я почти сдвинул его в воду Интересно, можно ли было его утопить Не знаю О Знакомый нам Детеныш Комадо Это была месть, друзья В этот раз он спрыгнул нам на голову Хорошо, хорошо Так, и в бою нам попадается Он Даже двое Отлично, что удается попасть Сразу вырубить Ну что, давайте используем Синюю Хотя у него синяя никакая не стоит Улук Я вот не вижу отсюда Ага, теперь вижу, что там за цвета Ладно, делаем огненный шар Хорош Еще и критом Вот это прорезал Вот это достойно просто похвалы Четверо было противников Посмотрим, сколько гил будет Девяносто один И таблетку даже заработали Чешую комадо правда не получили Так Исследуем эту область Вау Сразу нарываемся на бой Похоже резнулись на этом экране Ребята, хотя Сейчас их двое Решил клюнуть, да? Ну, если так То мы сделаем подъем Вот так Я хотел сейчас подъем еще сделать Но, как видите, хватает На голову некому прыгать Поэтому просто спрыгиваем Продолжаем И изучать Знакомое нам место Чтобы найти еще Какие-то новые вещи Два сундука Мы уже нашли А вот и третий Хорошо Презора проходит И значит Потом луч Может поставить точку В этом сражении В третьем сундуке Серж нашел Слоновый шлем Этот третий Получается Да, уже Так точно А можно ли Еще один шлем На шлем Сюда К сожалению Нельзя Ну ладно Найдем какого-нибудь Персонажа Их тут тем более Будет много И шлем У нас уже будет Так Радежка Пришло время Так Я после такого Прям потом сделаю За вас рыба Вопала Понимаете Та, окей шнарк Ну что ж, всех зачистили? Или еще кто-то хочет отведать силушки? Если мы сюда выйдем, появятся ли монстры? Посмотрим. Нет. То, что мы зачистили, то остается чистым. Это только при перезаходе на локацию, наверное, они появятся. Но если здесь появились новые... Ух ты. Слушай, приятель, тебя ж не было, а были рыбы. Хм. Так, а тут? Ну, здесь. Ребята комодо на голову падают. То есть рыбы, видимо, всего лишь раз. А вот эти будут появляться все время. Ну ладно, если ты появился, то давай схлестнемся. ГРОМВОРИТ ПО- КОСОРАННИЕ. . Пойди. пронзающий насквоз потом и луч выносит за ним следовал жаркий испепеляющий огненный шар который тоже выносит конечно нам нужно идти в деревню если здесь так все изменилось в других местах возможно тоже и перед деревней надо это проверить начнем с мыса вой музыка на карте мира поменялась слушайте что то действительно произошло я вижу что и здесь сундук закрыт два раза тройка и одна из которых критическая это это то что пошел умеет и иногда выдает так что и там сундук значит в первом мы находим электротолчок это уже интересно куда бы нам его поставить желтый элемент желтый элемент надо ставить пошелу хотя она танк как вы написали верно кто то ломится мне в стим но мы сейчас занимаемся хронокросс вместо аквалуча я пока его сюда вот поставлю хотя хотя что у нас там стоит в третьем уровне в третьем у нас стоит фаербол вот давайте сюда поставим электротолчок а сюда фаербол вот так да стим кстати кто то мог прислал прислать фото на челлендж который проходит в сообществе канала и называется как я смотрю виртуозила геймбол ребят я раз уже об этом заговорили приглашаю всех вас кто смотрит от прохождения принять участие суть заключается в том что вам нужно запечатлеть на фотографии как вы смотрите канал стопроцентных игровых прохождений виртуозила геймбол и чем более необычной что ли обстановке вы сделаете это тем больше лайков можете собрать и стать победителем этого челленджа есть на канале такой раздел сообщества возможно вы даже туда ни разу не заглядывали и напрасно там много интересного и там можете оказаться вы так что пожалуйста присылайте ваши фотографии и слабости их размещу так теперь возьмем второй сундук и в нем кость посмотрим на плите что то написано и все содержание того что написано на плите нам пока не открывается может что то применить но тоже уже не та надпись которая была ну ну судя по всему произошел сдвиг во времени музыка на карте мира музыка ребята ммм как прекрасна музыка а в играх от Square Enix так деревня сосуда салдафоны есть на входе другие драгуны акации в настоящий момент исследуют территорию местному населению проход воспрещен мы сообщим вам когда наши раскопки будут завершены совершенно другая группировка но тоже посылают вон что вы за люди такие все военные настолько отвратительные ладно ладно так болота гидры тоже должно быть что то новенькое о о ребят мы можем здесь путешествовать нормально несколько лет назад когда вымерли все гидры лес вновь покрылся плотным туманом и вода стала загрязненной и кислотной но истинной причиной были люди погубившие флору и фауну я надеюсь что мы не пожалеем о разрушениях вызванных нами эй если ты собираешься дальше пробираться по болотам то я дам тебе один совет болотные воды имеют разную степень кислотности тяжелых последствий она не вызывает но если ты не будешь правильно экипирован она медленно будет подрывать твое здоровье и высасывать из тебя жизнь так что будь теперь осторожен спасибо за совет обязательно будем это учитывать ты как акулизу хочешь нет а это что а это похоже такая лиана да по которой можно спуститься хм вот как интересно здесь все она поднялась сейчас так а ну посмотрим на наши жизни 79 69 нужно ну да вы видите друзья мы получаем урон а что за бульбашки непонятно так ну можно получать урон лечиться и дальше по болотам стремиться можно пойти в деревню в деревне нас наверняка ждет что-то новенькое и куда мы с вами отправимся сейчас ответ на этом на это вы получите в начале следующей части до седьмой части друзья не забывайте не забывайте дорогие друзья увидимся до седьмой части уровень дом там так всё 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 Продолжение следует...